Продолжение следует... 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 Хорошо, еще один защитник подписал контракт в августе, и это игрок, который выступал за Салават Юлаев раньше, это Николас Милош, и он стал очередным новичком Минского Динамо, и так, если пересчитывать теперь всех североамериканцев, которые в обороне только у Минского Динамо, то там 6 человек, то есть 3 пары можно полностью составить из североамериканцев, Артем, как тебе вообще вот эта стратегия? Ну, если у клуба есть деньги, если это хорошие игроки, способные усилить коллектив, почему бы их не пригласить, мы же уже много раз обсуждали, что Минское Динамо в этом плане в лимит не упирается, хоть всю команду из легионеров собирай, там, по-моему, 10 человек должно быть, которые должны играть за сборную, там, как-то по регламенту, что-то такое было раньше, по крайней мере, у Хуинь-Луни, да, я вот знаю, что, но у Минского Динамо... Да, 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 ну, кто не легионеры в нашей лиге, скажем так, вот таких должно быть 10, причем, по-моему, в заявке на сезон, да, а не на матч. Да. Я тонкости не знаю, но суть в том, что, как бы, лимит позволяет это делать, и раз так решили, то почему бы и нет, Мелош, я скажу так, по-салавату, ну, игрок неплохого уровня, то есть, может быть, конечно, это не Филипп Ларсон, который штамповал очки, но он и по стилю совершенно другой, он более силовой, более жесткий, но... Ну, вот статистика. Ну, в команде, как Динамо, я думаю, он пригодится, статистика, в принципе, неплохая, примерно пол очка за игру, неплохой показатель полезности для первого сезона в лиге, я считаю, что достойно, просто, я так понимаю, в Салавате нужен был именно атакующий защитник под большинство, Мелош таковым не видели. В Минском Динамо, я думаю, такие ребята и без него есть, ну, хотя Мелош тоже могут попробовать, почему нет, я считаю, что хорошее усиление, ну, опять же, тут вот, учитывая все подписания с таким, с такой селекцией, с таким составом, Минская Динамо просто обязаны два раунда плыв проходить вообще легко. Леонид, а вот относительно Милоша в Уфе, статистика-то, вроде, действительно неплохая, но команда с ним расстается, ну, действительно, вот с этим можно согласиться, с тем, что говорит Артем, что им просто нужен игрок другого плана, типа Ларсона, а не типа Милоша? Ну, откровенно говоря, я других причин не вижу, ну, если исключить какие-то внутренние дела там, то, если мы хоккейную сторону вопроса обсуждаем, то это такой аргумент, который на поверхности, с моей точки зрения. Ну, то есть, видимо, мы так в голове держим, что Салават кого-то еще планирует пригласить, раз легионерское место свободное. Не, это Салават держит в голове, а вот пригласят они или нет, я еще, кстати, подумал, ты понимаешь, он, этот Милош такой качественный защитник, в принципе, и понятно, допустим, им нужен атакующий защитник, а если они не найдут на рынке атакующего защитника, то, получается, того не нашли и этого упустили. Ну, опять же, истинных причин мы не знаем, мы только можем здесь так пофантазировать, но таким образом. Будет атаковать Ярослав Цулыгин, заносит. Ну, он, кстати, прибавил, так что ничего удивительного. Да, а еще один нападающий нашел работу, тоже не сразу это получилось у Алексея Макеева, но в августе он стал нападающим омского авангарда. И вот здесь вообще интересно, я вот спрашивал про Галиева, то же самое, да, вот теперь про Макеева. Да, вот, Артем, если бы не травмы, Макеев бы все-таки подписался в Омск, не травмы, естественно, от Качевой Бушея? Ну, я думаю, что не обязательно в Омск, но куда-то бы точно подписался, потому что, в моем понимании, это очень качественный нападающий, который и сам забить может, и никогда не был жадиной, да, то есть партнеров всегда неплохо замечал. И если посмотреть статистику, передач было каждый сезон немало. Вообще удивительно, почему Макеев так долго находился без работы, достаточно стабильный игрок, без каких-то явно провальных сезонов, если там не было травм. И я думаю, что такой команде, как авангард, подойдет, тем более там фигурировала сумма подписания, она достаточно скромная. В 25? Да, я считаю, что Макеев за 25, ну, это прям топ подписания по соотношению цена-качество, и Макеев с первых же дней этот контракт стал оправдывать лучшим нападающим авангарда стал на домашнем турнире, по-моему, вообще лучшим нападающим турнира в каждом матче практически был заметен, регулярно набирал очки. Может быть, на свежести так получилось, на эмоциях, конечно, дальше посмотрим, все-таки предсезонку сам проходил, но, я думаю, игрок опытный, и спадов таких глобальных быть не должно. Физически готов неплохо. Леонид, а вот похожий вопрос я задавал с Антипиным, но вот с Макеевым. Курьянов сейчас, когда подписали Макеева, говорит о том, что ну вот он и диспетчер, и Голиадор, у него там дух, ну, в общем, много положительных качеств, и у меня вопрос, а что же тогда не подписывали до этого, пока у вас не сломались все остальные? Ты знаешь, то, что эти-то не подписывали, ладно, меня удивляет, почему автомобилист его не оставил. Интервью Николая Заварухина говорит нам о том, что было сделано предложение Макееву, и, видимо, не устроили финансовые условия, которые предложил клуб. Это со слов Николая Заварухина. Что, меньше 25? Я не знаю. Ну, ты понимаешь, вот это странно, почему? Он местный, у него очень хороший последний сезон, особенно плей-офф, я скажу, он их так подтащил. Он прям вот был одной из ключевых фигур там. Ну, Голышев, понятно, ну и Макеев, я бы, наверное, вот так, если бы ранжировать в плей-офф, я бы, наверное, вот так ранжировал их. Мне кажется, там какие-то не хоккейные истории. Что касается Омска, ты понимаешь, вот Артем сказал, что очень хорошие финансовые условия. Может быть, там тоже по деньгам шла дискуссия. Мы же не знаем там, в чем причины. Но то, что это качественный игрок. И вот, знаешь, вот эта группа людей, о которой мы обсуждаем, которая была без работы, ну, как-то у каждого из них были причины, вот, что так получилось. Но Макеев, для меня, это самое большое удивление. Почему? В моем понимании, он должен был просто сидеть вот так вот и перебирать контракты. А получается, что он чуть ли без работы не остался. Их же про Хоркин. То же самое. То же самое, кстати. Коля-то до сих пор, пока еще, нигде не нашел себе вариантов. Но есть игроки, которые варианты себе нашли. В частности, Найль Якупов. Найль Якупов стал игроком команды Кунь Лунь Ред Стар. И вот это тоже довольно любопытно. И про Якупова, если смотреть вот его статистику, то вот за нефтехимик он даже меньше половины матчей сыграл в последнем сезоне. Артем, есть вот надежда на то, что Якупов сыграет, ну, я не знаю, там, больше сорока матчей хотя бы? Откуда же я знаю? Тут Леонид как-то говорил, что на примере одного игрока, что ему казалось, что вот он подвержен травмам, каждый сезон будет так, а он там потом до конца карьеры... Да, 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 Сергей Решетников, точно. Вот. Я просто к тому, что тут тоже, мне кажется, как и в случае с Макеевым, подписание не для зарабатывания денег. На весьма скромные условия Кунь Луня подписывает Якупова. И, ну, скажем так, вот если есть топ-6 у Кунь Луня, то Якупов седьмой. То есть он в топ-6 даже Кунь Луня не попадает? Он будет седьмым. Ну, я общался с представителями команды, они сказали, что вот он седьмой. Вот если кто-то из этой первой шестерки будет вылетать, там, по причине травмы или не будет устраивать игра, Якупов первый на попадание вот в эту топ-6. Все будут, и никто не вылетит, и всех устраивает. Ну, в принципе, у Кунь Луни и топ-9 неплохой. Я вот посмотрел по турнирам, там, в принципе, в этом сезоне многих легионеров подписали, достаточно интересных, с которыми, я думаю, Якупов может сыграться. Но и, в принципе, Кровец так игровое время более-менее равномерно распределяет между тройками. Поэтому тут нет такого, как в Вангарде, где там 60-70% времени забирает первое звено, все остальное на других. Я думаю, что... Что, Кровец концепцию пересмотрел? Ну, состав просто другой. Ткачева нет с Буше в Куинлоне. Вот. И я думаю, что шансы есть проявить себя. Тем более, Якупов в интервью говорил, что ему вот близок этот интернациональный коллектив, североамериканский хоккей. Бросок у него есть, скорость хорошая. То есть, вот все, что нужно для североамериканского хоккея, среди качества вроде как имеется. Посмотрим. Но главное, правильно ты отметил, без травм обойтись. Потому что как-то в последнее время травмы Якупову просто мешают хотя бы один сезон провести на хорошем, стабильном уровне. Леонид, а у вас нет ощущения, что Якупова переоценивают вообще всю его карьеру? То есть, начиная вот с драфта НХЛ. И вот, то есть, если они не держали в голове, что человек первый номер драфта, то, может быть, и не было бы столько ожиданий, и не было столько разочарований, сколько есть в целом в связи с Наилем. Ну, вот, знаешь, ты сказал переоценивают. Я сейчас подумал, я бы по-другому сформулировал. Он не оправдывает ожиданий. Все-таки не оправдывает, но ожидания. Может быть, эти ожидания изначально, с детства там завышенные слишком. Ты понимаешь, вот бывает такая история. Он очень хорошо сыграл в этой молодежной лиге, там, юниорской. Ну, вот, просто что-то невероятное. Я всегда говорю, вот, к каждому игроку должна лига подходить. Вот есть игроки, которые там, допустим, даже в КХЛ не так успешно, а в НХЛ. То есть, лига, которая подходила Якупова, это молодежная лига Канады? Ну, так получается, понимаешь. Потому что он там просто феноменальные какие-то результаты показывал. И я так думаю, его просто не могли не выбрать первым номером, потому что там была такая история. Ну, вот, к сожалению, с моей точки зрения, он не реализовал вот эти вот ожидания, которые были от него. Я хотел спросить, застрял в молодежном хоккее, да? То есть, получается, молодежный хоккей был звездой, а во взрослом? Ну, вот, знаешь, вот сложно сказать. Это вот, я все время привожу пример этого Сергея Брылина. То есть, он, например, у нас вроде там, ну да, хороший игрок там, а там сколько, три персня. Там просто незаменимый. Мы же не говорим, что там НХЛ слабее, чем здесь. Ну, вот ему подходит. Здесь вот что-то такое. А потом, знаешь, как вот, мне кажется, может быть, неправильная самооценка. Там уровень ожиданий у самого себя переоценен там, знаешь как. Сложно сказать, но ведь это же медицинский факт, то, что он действительно такие сумасшедшие результаты там показывал. Ну, вот так получилось. Ну, а что касается травм, и я даже не знаю, я так смотрю на него, вот, судя по всему, то, что я вижу, он такой правильный. В плане там режима, тренировок, там, поведения. Почему травмы? Не знаю. Если же, знаешь, разгильдяи там, ну, разминку не делают, порвал там, что-нибудь там месяц отдыхает. Его же к такой категории людей не отнесешь. В общем, ждем с интересом, как будет Якупов выглядеть в Кунь-Луне. И еще один нападающий, который, ну, по крайней мере, на пробном контракте был в Кунь-Луне, это Остин Артега. Это нападающий, о котором, может быть, мы бы и не стали говорить, но с ним довольно любопытная история приключилась, потому что его подписал Адмирал для начала, и Адмирал подписал его на полноценный контракт. Но уже после сборов Адмирал расторг, то есть выплатил компенсацию этому форварду, ну, и вот, соответственно, он теперь в Кунь-Луне. Леонид, а вот мы же знаем, что Тамбеев так очень скрупулезно относится к подписанию, к выбору легионеров. Что вот пошло не так? Неужели так можно было ошибиться, что сразу же после сборов уже решили расстаться? Ну, во-первых, я этого не знаю, что он скрупулезно относится, это раз. Во-вторых, все-таки Тамбеев, он специфический тренер. И, знаешь, еще может быть, я не знаю, сколько у него там язык у Тамбеева, он вроде с границы играл, так по идее должен, да? Мне кажется, у него такие специфические требования, опять же, не говорю, там плохие, хорошие, просто вот такие. И, возможно, вот этому парню, этому Артеге, такой хоккей не подходит. А на уровне переговоров это нельзя было выяснить? Вот. Это говорит о, откровенно говоря, слабой работе менеджмента. Тут, знаешь, как, тут дело не в том, что какие-то у меня там симпатии или антипатии, я даже не знаю, кто там у них этим занимается. Я просто говорю, ну как, если вы подписываете, понимаешь, смысл в чем? Можно ошибаться вот в этих вот ребятах, которые там четвертое и пятое звено, не вопрос, там, деньги небольшие. Но в этих ошибаться нельзя. Если ты ошибаешься в крупных контрактах, тем более в таком клубе, как «Адмирал», это прям пожар. Там, условно, ты в СКА, в ЦСКА, в Динамо, ну, это плохо, но не критично. В «Адмирале» это прямо вот, такого просто не должно быть. Хорошо, Артем, а что касается «Артеги» в «Кунь-Луне», он вот сделал передачу там сразу же в первый матч против «Локомотива», они играли «Кунь-Луне». Вот он подойдет. Ну, все, составите. Может, он за «Адмирал» бы, может быть, он тоже сделал. Передачу сделал. Может быть, он бы и за «Адмирал» бы ее сделал, если бы дали шанс. Я вообще думаю, что «Дель Лига» это очень специфический чемпионат. «Дель Лига» это чемпионат Германии. Да, да, да. Я просто играл против команд, оттуда видел, какая там вообще игра, чисто североамериканский хоккей. Пробежал, бросил, и хоккей, но глобально без средней зоны. То есть там практически нет команд, которые, как у нас, строятся в средней зоне, трэпы, все такое. То есть не пускают соперника и глушат атаки в районе красной линии. В Германии такого нет. Там больше про атаку, и, возможно, вот как раз поэтому Артега и показывал все свои лучшие качества. То есть в Куинлуне, где много североамериканцев, есть Вилки, который тоже играл в чемпионате Германии в прошлом сезоне. И по стилю очень похожий игрок с Артегой. Праворукий, с броском, достаточно прямолинейный, не с идеальным катанием. Может быть, как раз вот в этой системе координат, когда, скажем так, все партнеры видят хоккей именно так же, как и сам Артега, может быть, получится найти химию и что-то, скажем так, хорошее придумать из этого. В Адмирале, я согласен с Леонидом, команда очень системная. И Тамбиеву важно, чтобы ты не только в атаке играл, но и в обороне. Плюс легионер должен набирать много очков. Видимо, этого не увидели. Я думаю, что в Куинлуне будет попроще в том плане, что таких, как Артега, там гораздо больше. И там на тебя будут смотреть немножко под другом углом, и каких-то там сверхтребований к тебе предъявлять не будут. Тем более, я так понимаю, что Артега на небольшие деньги туда поехал. Он получил от Адмирала определенный процент за расторжение. И, в принципе... В принципе, может уже не играть. Да, уже может. По немецким меркам он хорошие деньги получил. В Германии он бы столько, наверное, за полный сезон получил. Вот. Ну, мне самому любопытно посмотреть. Не так много знаю про этого игрока, только вот какие-то нарезки. То есть, пока ты не решил, куда мы его ставим? Пока не решил. Ну, сложно. Ну, там тренерский штаб. Там Игнатьев, Кровец, Савченков. Там три головы решатку доставить. Главное, что поставили. Посмотрим. Да. С Адмиралом мы пока еще давайте останемся. Потому что есть игроки, которые подписали все-таки уже контракты полноценные. Очень много, мы помним, было там хоккеистов на пробных контрактах. Ну, и вот полноценный контракт получил, в частности, Сергей Шмелев. У которого был контракт с Салаватом Юлаевым еще на год. Но вот там расстались в Уфе со Шмелевым. И он в Адмирале теперь. И в целом оценивает Шмелева. В прошлом сезоне за Салават Юлаев сыграл, ну, так уже слабее. Значительно, чем в позапрошлом. И есть какое-то понимание, что произошло, Артем. То есть, уход Кадейкина повлиял на Шмелева. Еще какие-то, может быть, причины? Ну, об этом лучше у самого Шмелева спросить. Мне кажется, тут похожие ситуации, как и с Лещенко. Они по стилю очень похожие игроки. Такие свободные художники, которые любят играть в шайбы, креативить. Но мы видим, что у Козлова несколько иные требования к хоккеистам. И нужно играть в обороне. То есть, если ты не попадаешь в эту командную систему. И ведь именно по этой части были вопросы Клещенко. По игре в атаке-то их особо не было. То есть, если ты народное тело в этой системе, ты выпадаешь из этого механизма, то тебе не находится места. Я думаю, что со Шмелевым именно такая ситуация. Потому что по атакующим навыкам, я думаю, вопросов к нему нет. Это хороший мастер. Но, наверное, Адмирал именно таких игроков и не хватает. А Гутика-то перевоспитал Тамбиев. Которому тоже говорили, что он в обороне играть не умеет. В обороне научить играть проще. Всегда. Если ты не умеешь исполнять, то этому научить сложнее. Но вот Шмелев исполнять умеет. Осталось его встроить в командную систему. Я хотел сказать, что Шмелев, он чем похож на Лещенко-то? Это такие персонажи, это самая большая головная боль для менеджмента. Ты никогда не знаешь, он тебе 40 очков принесет или в состав попадать не будет. Вот если проанализировать карьеру Шмелева. 27 всего очков в прошлом году. Да, у него вся карьера. Вот так вот, как американские горки. Вверх и вниз. Причем, от чего это зависит, ты говоришь, надо Шмелева спросить. Я думаю, что он не знает. Я просто убежден. И вот есть такие игроки, которые... Я все время говорил, что есть игроки, которые ты подписываешь, ты прямо понимаешь, что ты получаешь. А вот есть игроки, такие как Шмелев, ты никогда не знаешь. Ты либо получишь лучшего снайпера своей команды, либо получишь человека ротации. Вот в чем проблема. Вот слова Артема, что надо обороняться еще. А в Адмирале, ну как вот при Тамбии Вишмелев-то сумеет себя раскрыть? Да, мне кажется, это даже не в этом проблема. Она проблема не в тактике. Я думаю, что он сам не знает, в чем у него проблема. Потому что ты вспомнил, у него карьера, у него все вот так вот. Ап-эн-даун там. То он играет, то он не играет. То играет, то не играет. Весь, всю карьеру так. Хорошо. Ну и еще один нападающий, который также после пробного контракта уже полноценный подписал. И это Вячеслав Основин. Подача, который в последние годы как-то так стал регулярно менять команды. И в прошлом сезоне он играл, в частности, за Минское Динамо. Сейчас вот перешел в Адмирал. Как его сезон в Минске мы можем оценить, Артем? Ну, давай скажем о том, что он через просмотр прошел. То есть он не сразу подписал, его смотрели. Ну, ты знаешь, вот Леонид говорит про категорию людей, от которых ты примерно чего-то ожидаешь. Да, вот относительно Основина. Без опасных, да. Примерно ожидаешь, что это третье или четвертое звено, там не будет много очков, но определенный уровень он держит. То есть в Минском Динамо он его держал. Понятно, что звезд с неба не хватал, но свою работу, скажем так, выполнял. И там контракт я где-то видел Основина, там очень скромные деньги в Адмирале, поэтому... Семь миллион? Ну, что-то да, около десяти, не больше, да. Может быть, какие-то там бонусы еще из-за очки или что-то еще. Ну, я думаю, что для него это тоже неплохой вариант. Это лучше, чем сидеть без работы. Посмотреть, сколько сейчас более известных игроков без клуба. Да, Леонид, но если Основин это такой безопасный выбор, почему через пробный контракт только? Понимаешь, в чем дело? Они же тоже понимают в клубе, человек сидит без работы. Куда он денется с подводной лодки? Хочешь, приезжай на пробный контракт. Не хочешь, там еще десять человек в очереди стоит. Поэтому, смотри, смысл какой? Когда ты берешь игрока, если у тебя есть возможность взять его через пробный контракт, это, конечно, лучше. Почему? Ну, потому что расторжение потом платить. Чтобы второго Артеги не получилось. Да, но мы же говорим, что Основин это понятно, в какой команде, как он будет выглядеть, неважно. Еще раз, Андрей, говорю тебе, что когда у тебя, вот есть игрок, ты его хочешь, да? Ты ему говоришь, ну, давай на пробный. Он говорит, не-не, я либо подписываю, либо нет. Ты говоришь, ну, ладно, давай, приезжай. А он согласился. Да, или он говорит, да, я согласен. Еще по-другому бывает, знаешь, там, агент звонит и говорит, там, вас условно интересует там, Иванов? Нет. Он готов на пробный контракт приехать. А, ну, пусть приезжает. Я не применительно к Основину, я вообще, как сказать, бывают какие-то ситуации. Кстати, очень много игроков в «Адмирале» было на пробных контрактах. Да, и я думаю, что... Они только в Артеге уверены были. Там вот Михасенок через пробный тоже, кстати, зашел, и вот Основин. Да, ну, вот так, в общем, мы про «Адмирал» мало говорили, хотя там было огромное количество таких вот пробных контрактов. Но вот некоторые превратились в полноценные, некоторые и нет. Но посмотрим по ходу сезона, как будет выглядеть «Адмирал» уже в официальных матчах. А пока давайте еще к одному очень любопытному трансферу. Даже не с точки зрения, из какой команды в какую перешел игрок, а как это все было технически исполнено. Вот. Антон Сизов, защитник «Торпеда», перешел в «Динамо», но транзитом через магнитогорский «Металлург» за денежную компенсацию. То есть «Магнитка» заплатила денежную компенсацию «Торпеда» и потом получила эту денежную компенсацию от «Динамо», отдав, собственно, Сизова в «Динамо». И вот это прямо очень интересно. Но вот если оцениваем сейчас пока вот игрока. О нем очень много говорилось, потому что он не играл в прошлом сезоне по неигровым причинам. А в целом, с точки зрения хоккея, Артем, вот это игрок, который важную роль может играть в «Динамо» или в других командах? Ну, думаю, может. Такой очень крепкий, кусачий защитник по спортивному злой, настырный. И, как мне кажется, подходящий под систему игры Алексея Кудашова. Я думаю, что может. И понятно, что это, скорее всего, не первая пара. Тут вопрос, на самом деле, по поводу состава у «Динамо» защиты-то тоже. Там полно народа, и Сизова надо еще подписать. Давай вспомним прошлый сезон. Вроде бы состав у «Динамо» красивый, хороший, но практически не было маневра для ротации. Когда пошли травмы, там некоторые люди в плей-офф с серьезными повреждениями играли. Почему? Потому что некем было заменить. Количественно – да, качественно – нет. В любом случае, если появился такой вариант, пускай через двойной обмен, да, через транзитный клуб его совершить, я думаю, что я бы такого игрока, как Сизов, себе в команду взял. В торпеду мне он очень нравился. Очень такой злой парень, настоящий клещ такой. Я думаю, что это и в плане духовитости поможет «Динамо». Конечно, это не Миронов, но может быть, где-то именно со стержнем по характеру такой же злой, кусачий человек. Давайте к схеме этой немного вернемся. Цитата Алексея Сопина о том, как проходил этот переход. Смотрите, мы провели много времени в диалоге, не нашли взаимопонимания. Сделка с торпедой напрямую была закрыта, потому что, ну, вот видите, ни по сумме, ни по игроку не устраивала компенсация. В итоге, значит, что мы видим? «Динамо» договаривается с «Магниткой», и «Магнитка» для «Динамо» покупает игрока у торпеды. Леонид, вот мы же понимаем, что, наверное, теперь любой диалог между торпедой и «Динамо» невозможен. После того, как вот это они провернули. Или нет? Ну, ты же помнишь там цитата Черчилля? Так. Которая? «Нет вечных друзей, там есть вечные интересы». Смотри, ситуация, вот сейчас Артем сказал, я бы его с удовольствием взял бы с Сизова, да? Я скажу, я бы его с удовольствием взял бы в любую команду. Он просто настолько характерный. Я даже не знаю, кто в лиге, с кем сравнить можно. Единственное, конечно, есть опасение. Все-таки человек практически год пропустил. 80 вне грамм. Не год уж, ладно? 80 вне грамм. Ну, знаешь как, много. Вот. Но он очень характерный игрок. Что касается вот этой вот истории, Знаете, что-то по-разному бывает. Может быть, может быть, Динамо очень настойчиво хотела его получить. В этой связи Нижний Новгород решил, что Динамо за Сизова отдаст полцарства и заломил какую-нибудь цену. Ну, Динамо отказалось, видимо. А потом уже получается ситуация такая, у тебя просто актив пропадает. Хоть что-то надо с ним делать. В свою очередь, Динамо там договорилась с магниткой. Как эти в Энхел говорят? Будущие договоренности. Вот. И, может, они что-нибудь заработали? Там сейчас живут за тысячу рублей. Может, они за две продали, знаешь как? Вот. Поэтому тут такая тема. Ничего удивительного, такое бывает. Бывает даже, знаешь, вот между менеджерами, как сказать, ну, нету такой... Не то, что... Ну, антипатия некая, не хочет там, я же не знаю. Может, у них как-нибудь до этого сделка, знаешь, как сорвалась. По хузке, наверное, вот началось с этого. Может быть. Все может быть. Тут вот могут быть такие факторы, о которых мы даже вот не предполагаем. Вообще. И то, что вот эта ситуация разрешилась, очень хорошо для игрока и для клубов. Потому что, в моем понимании, конечно, не знаю, какая там компенсация, но я вот так вот смотрел на эту историю в том году в Нижнем Новгороде, да? Ну, ладно, у вас там конфликт с игроком, он вам там не нужен. Ну, вы хоть какую-нибудь выгоду-то из этого извлеките, что вы ни себе, ни людям, как собаку на сене. Ну, сейчас я не знаю, какая компенсация, что-то я сомневаюсь, что она большая. Ну, посмотрим. Кто-нибудь, может быть, расскажет рано или поздно. Давайте еще у нас пара трансферов. Петр Хохряков вернулся в Салават Юлаев. Выступал он за эту команду раньше, но потом ушел в Трактор, в Амур. И вот из Амура уже Хохряков в Салават Юлаев. И в прошлом сезоне Хохряков сыграл всего 12 матчей из Амур из-за травмы. Артем, понятно, что Хохряков и себя сейчас представляет после сезона, где он почти не играл. Я думаю, похожие ситуации, как с Сосновиным. Его, во-первых, подписывают на скромные деньги. Во-вторых, примерно знает, чего от него ожидать. В-третьих, у Салавата много молодежи в этом сезоне заходит. И Хохряков достаточно опытный хоккеист, который, наверное, будет этот опыт передавать. Понятно, что это игрок не для топ-6, это для нижних звеньев с акцентом на разрушение. Плюс практически свой, да, долго играл в Уфе. Я думаю, что причины именно такие. Леонид, а вот Баширов говорил после этого обмена, что в раздевалке Салавата не хватало игроков, объединяющих команду. И вот поэтому, в том числе, они подписали Хохрякова. Он такой, действительно? Что, Панин не справляется? Ну, видимо. Я не знаю, может быть, надо еще кого-то. Ну, понимаешь, в чем дело? Он такой авторитетный игрок в лиге, да? И вот Артем сравнил с Основиным. Да, но только он пропустил почти весь сезон. То есть тут проблема только в этом. И, знаешь, как вот на возрастных игроках это может сказаться. Но Баширов это сказал, да? У них, наверное, был очень хороший опыт, так сказать, совместной работы до этого. И, ну, пометуя вот эти вот предыдущие сезоны, они, наверное, его и пригласили. Тут единственный момент. Вот как на Хохрякове сказалось вот этот вот простой? Потому что, например, мне он нравится. Это хороший уровень игрок. Но здесь есть нюансы. Возраст плюс много матчей пропустил. Даже не матчи, а времени много пропустил. Как это на нем скажется? Ну, будем надеяться, что никак не скажется. И он поможет салавату. Ну, главное же в раздевалке же объединять. А это да. Ну, там с Панином они рядом их посадят. А может в разных концах, наоборот, чтобы... Каждый по полонетке объединял. Ну, вот мы говорим о тех, кто обрел новое место работы. А есть нападающий Иван Чихович, с которым локомотив расстался. И Чихович прямо сейчас пока без контракта. Просто я напомню, что Чихович в свое время пришел в локомотив из торпеда. И торпеда получила за Чиховича права на Летунова, Яна, Фирстова и Дарьина. То есть все поиграли. Дарьин сейчас видите, но все играют за торпеду остальные. И 50 миллионов еще. Вот с точки зрения сделки, Леонид, сейчас это как будто бы провал такой для локомотива? Ну, во-первых, мои поздравления Гафурову. Несмотря на то, что он не работает. То есть торпеда какую-то бомбическую сделку сделала. Вот, кстати, мы обсуждали Якупова, да? Вот Чихович, он сыграл какой-то фантастический сезон вот этот в торпедах. Да, в аренде, когда еще был и сам Хосе. Да, и, скажем так, в Ярославле он достаточно среднюю игру показывал. Не сказать, что он плохо играл. То есть, вот, что ты там говорил про седьмого игрока, да, в этом, в топ-6? Вот мне кажется, Чихович идеальная кандидатура для седьмого игрока для топ-6. То есть, он может сыграть спокойно, но, вот, понимаешь, вот это была такая вспышка, видимо. Вся его статистика за локомотив. Ну, вот, мы видим, 22 плюс 19, это 41 очко. У него было 43, вот в тот сезон, о котором вы сказали, это было в торпеды, еще при Немировске 43 было за сезон. Ну, вот, видишь, он удачный сезон провел, получил хороший контракт, торпеда тоже потирает руки, ну, так бывает. Я, кстати, на месте условного Бориса подумал. Там Немировский, да, почему нет? Жафяров там, Бурдац, Чихович. Думаю, что игрок такой уровень поможет, он там в топ-6 зайдет в пол. Ну, уровень-то у Чиховича, вот он какой? Он может вот тот уровень, который показал тогда в торпеды? Ты понимаешь, дело в том, что он играл в команде Никитина, очень системно, и там от нападающих, если ты, конечно, не Шелунов, требуют все-таки несколько других вещей. Ты должен в обороне отрабатывать. Слушай, ну не сказать, что он свободный художник-то вообще. Я согласен, что он не свободный художник, но все-таки, когда тебя ограничивают в определенных рамках и больше составляют отрабатывать в обороне, то и в атаке как бы меньше шансов проявить себя. Вот, в Борисе, наверное, эти крылья вырастут. Подожди, ты даже не будешь как будто он уже сам. Я просто говорю, что вот мне видится, что вот в такой команде, как Борис, условно, он вполне может подойти, потому что там есть определенные дыры, и там тренер творческий, который будет давать, играть Чиховичу, и я думаю, он сможет тот же хоккей показать, что в торпеды, допустим. Ну, посмотрим, где окажется Чихович, подпишет ли он с Борисом или с какой-то другой командой контракт. Ну и давайте мы еще одного легионера вам напоследок представим. Это нападающий московского «Спартака» Уильям Биттон, который уже вот приехал в стан красно-белых, 26 лет, праворукий форвард, играл в АХЛ в основном в системе Сент-Луиса. Артем, расскажи нам вообще про этого форварда, кто это, что это, зачем он «Спартаку»? Ну, давай с последнего вопроса начну. У «Спартака», вот если мы возьмем оптимальный состав, вот «Спартак» играл на Кубке Мэра с московским «Динамо». Жамнов сказал, что вот эта линия нападения, ну, практически оптимальная, да, на сегодняшний день. Всего один праворукий нападающий, это центральный Морозов. Больше праворуких нет. Если говорить о тех, кто стучится в основу, то это Чизганов, Мансуров, Кровяков, но игроки другого плана, и все-таки это больше игроки для химика. Биттон, насколько я понимаю, взяли на тоже скромные деньги, и он по стилю подходит «Спартаку». Он очень быстрый хоккеист, очень техничный, резкий, с хорошим броском, плюс праворуки, да, а плюс может сыграть и в центре, и на фланге. То есть «Спартак», подписывая за скромные деньги «Легионера», с правым хватом, интересного в перспективе глобально ничего не теряет. То есть, это такой безопасный выбор. Место «Легионера». Ну, вместо «Легионера», даже если ты расторгаешь человека, в принципе, компенсация будет весьма скромной. Поэтому я думаю, что вот по нынешнему стилю, вот в этот комбинационный хоккей Жамнов, он должен заходить. Вопрос, конечно, в адаптации, потому что Биттон в основном там играл. Сколько она займет времени? Ну, вообще, так по стилю, конечно, мне кажется, что это больше игрок для европейского чемпионата. Чем для КХЛ. Чем для НХЛ. Хорошо. Для европейского. Ну, я все-таки КХЛ считаю европейским. Да. Я не знаю, что добавить. А, да. Есть что добавить? Нет. Нет? Ну, и на нет, и сюда нет. Друзья, ну и, собственно, и все. Дальше у нас 3 сентября стартует сезон. И мы еще, как я уже говорил в начале, будем появляться и обсуждать те трансферы, которые команды будут проводить вплоть до дедлайна. Ну, а летнюю свою программу мы на этом заканчиваем. Так что смотрим сезон, смотрим хоккей и надеемся, что у нас в нашей программе тоже будет что обсудить. Собственно, на этом все. Леонид Вайсвельд, Артем Башко. Меня зовут Андрей Юртаев. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok